Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, Вы сознательно не стали говорить о той так называемой норме потребления алкоголя, описанной Всемирной Организацией Здравоохранения, той, вернее, так сказать, в числовом выражении норме, превышение которой приводит к необратимым последствиям для нации. Вот те самые 8 литров на душу населения абсолютно алкоголя. Или у Вас какое-то другое отношение к этому? Нет, у меня нет другого отношения к этому. Я, в общем, работаю в струе Всемирной Организации Здравоохранения. Ну, просто ограничено было время. Действительно, уж так можно теперь добавить, что в том же самом, по-моему, 78-м году я говорил о том, что тогда поступил от Всемирной Организации Здравоохранения призыв переориентировать население страны на слабоалкогольные напитки. Это решение было, так сказать, принято не с кондачка. Перед этим в течение трёх лет Всемирная Организация Здравоохранения обследовала 8 стран, начиная от Польши до половины штатов Соединённых Штатов Америки. Было проведено, так сказать, китами алкогольной алкологии. Есть теперь такое понятие – алкология. Наука о разных странах потребления алкоголя и последствий. Так вот, киты алкологии обследовали эти самые 8 стран, представили Всемирной Организации Здравоохранения отчёт в два огромных тома. И на основе вот этих самых отчётов Всемирная Организация Здравоохранения сформулировала целый ряд предложений. Вот одно из них было предложение переориентировать население на слабоалкогольные напитки. Другое было такое. Было признано, что 8 литров чистого алкоголя на душу населения – это предельно допустимое количество алкоголя, выше которого, там было так сформулировано, выше которого наступает, так сказать, опасность для безопасности страны. Вот как формулировалось превышение 8-литрового уровня потребления. Ну, опять-таки, вот мы неоднократно поднимались до 15 литров, то есть почти в два раза превышая вот этот предельно допустимый уровень. Надо сказать, что тогда, когда вот устанавливалась эта цифра, многие страны очень возражали, и шла борьба за то, чтобы этот предельно допустимый уровень спустить чуть ли не до 2 литров. Ну, в конечном итоге победило большинство, а большинство – это пьющие страны. Неудивительно, что подняли до 8 литров, но, тем не менее, вот такая история произошла, и это вот сейчас начало хотя бы эта цифра с моей подачи циркулировать. Никто у нас не знал, книжек у нас не читают. В общем, беда. Ну, стало быть, получается, судя по вашим таблицам, представленным для нас, для нашего ознакомления, практически большинство стран перевалили за этот показатель, и национальной безопасности их прямая угроза, в том числе и Соединённых Штатах. Совершенно верно, совершенно верно. И надо сказать, что в мире очень обеспокоены этим событием, этим состоянием дел. Два года назад Всемирная Организация снова, именно Организация целиком, заседала по этому поводу, встревоженная именно вот этим уровнем потребления алкоголя в Европе. Европа вообще лидирует по потреблению. Нигде в мире так не пьют. Но, тем не менее, они, и вот это я забыл сказать, уж теперь, простите, скажу. Тем не менее, живут они дольше. В чём дело? Пьют приблизительно так же, а живут хорошо. Дело вот в чём, что алкогольная смертность, строго говоря, зависит не только от алкоголя. Алкогольная смертность зависит от того, ну, грубо говоря, как люди закусывают. Вот если они питаются плохо, если у них плохо поставлено медицинским обслуживанием, если у них плохо поставлено вообще социальной жизнью, то один и тот же, одно и то же количество алкоголя будет более губительным, чем если бы условия жизни были значительно лучше. Так что у нас, конечно, в алкогольной смертности, в алкогольном неблагополучии принимают участие много факторов, в частности, вот бедность, о которой я говорил, плохое питание, потому что плохое питание – это снижение сопротивляемости организма, а алкоголь – это всё-таки токсин, и организм это прекрасно знает. Организм всякого человека имеет значительный запас прочности, противостоящий алкоголю, в виде вот целого ряда ферментов, которые с той или иной скоростью разрушают алкоголь, попавший в кровь. И чем, так сказать, человек здоровее во всех остальных отношениях, тем этот токсический агент будет, естественно, производить менее губительные свои проявления свойства. Спасибо, Александр Викторович. Есть вопрос у аудитории. Дмитрий Девяткин. Скажите, пожалуйста, существует ли статистика, известная вам о ней? Что можно сказать по поводу следующего? Если вы говорите, что пиво является меньшим узлом, и в тот период, когда нищий не стал бороться с пивом, в нашей стране у нас была, с этой точки зрения, табличка благодать, то есть, по крайней мере, было меньше узлов, и молодёжь употребляла пиво. Умирало ли людей в этот период меньше, чем в тот период, когда пиво стали изничтожать, коварное службу, когда говорится о нищем? Первый вопрос. Давайте сразу. Да. Значит, если переформулировать вас вопрос, то каково влияние большего и меньшего потребления пива на смертность? Никак не сказалось. Ни до, ни после никаких резких скачков в смертности у нас не произошло. И дело в том, что при том, что у нас количество употребляемого пива росло, его алкогольная доля была сравнительно невелика. Она не превышала 20% от общего потребления. Ну и, соответственно, не могло это сказаться. Тем более, что, понимаете, когда началась компания, ведь пиво же не исчезло, пиво продолжало функционировать. Просто были... Кстати, эта компания тоже была совершенно пустой, потому что потребление как до начала, так и после компании продолжало расти производство и потребление пива. В этом смысле трудно бы даже оценить. Никак не сказалась компания на уменьшение даже не то, что потребления, а просто скорости роста потребления пива. Поэтому эта вся компания пустой совершенно и затратный, очень затратный политический акт. То есть, на основании эмпирически доказать, что на территории России пиво может быть более полезным в потреблении пива? Значит, полезно мы снимаем сразу. Хорошо. Менее вредно, чем алкоголь, как вы говорите, а оно эмпирически не доказуемо? Не доказуемо. То есть, это провисает. Второй вопрос. Значит ли это, что одна бутылка пива в пересчете на чистый алкоголь примерно, вернее, одна бутылка водки в пересчете на чистый алкоголь равна примерно 7-8 бутылкам пива? Ну да. Значит ли это, что лучше выпить 7-8 бутылок пива, чем на 2 бутылку водки? Не ставьте меня в трудное положение, чтобы я не выглядел популяризатором потребления пива. Вы знаете, дело вот в чем, что просто когда пьют, даже если вот принять вашу формулу одна бутылка. Вы же нас уучите. Вот я хочу понять. Нет, нет. Я не ваш учитель. Я ваш гость. В качестве лечебного средства или как-то что-то другого? Нет, упаси Бог. Никакого лечебного средства в пиве не может быть. Я толдычу все время. Это просто меньшее зло. Не больше того. Я все время говорю, что никакое зло, даже меньшее, нельзя считать добром. Ни в коем случае. И в этом смысле, так сказать, никакой, так сказать, пропаганды пива мне не приписывайте. Но! Семь бутылок пива выпить так же быстро, как бутылку водки, невозможно. Это займет у вас часа два. Семь бутылок пива. Да? В то время, как бутылку водки можно выпить и за полчаса. Вот в чем разница. Нагрузка на ферментные системы организма, которые приводят, вот, производят детоксикацию алкоголя в крови, несравненно больше, чем, да, в случае пива. Вот и все. Наше общение говорит немножко о другом, я говорю с точки зрения влияния развития алкоголизма. Но в развитии этого привозили, приводили замечательные цифры изверженности. Исходя из них, количество смертей от пивной, причин, которые послужил пивной алкоголизм было равно примерно 8%. Ведь никто не говорит о том, что в тех 74%, которые были сфиксированы смертей от водки, не говорится, что сколько из них начинали с пива. Ведь мы фиксируем только с точки зрения вот окончательной. Я пивной алкоголик в этом состоянии скончался, я от коктейлей скончался примерно 2%, или от водки. Ведь понятно, что из 74%, ну, наверное, может быть, процентов 90, из 74% процентов 90 тех людей, кто начинал с пива, а может быть, и все с топ. Потому что люди начинают с пива. А алкогольных напитков по этим эти цифры, ну, с одной стороны, влутавы, согласитесь, потому что вы понимаете, да, о чем вы говорите. Еще я хотел привести пример в качестве вопроса. Нет, значит, давайте с одним разберемся. Значит, мы хитрее, чем вы думаете. Да, мы проследили всю динамику у всех этих 400 человек. 400 человек. 400 человек были обследованы. В этой работе принимало участие 6 врачей на протяжении полутора лет. И поэтому каждый больной был обследован не только вот в последний год сопотребления алкоголя и запоев, а на всем протяжении алкогольной жизни. И это действительно так, что все больные алкоголизмом меняют в процессе жизни доминирующий напиток. И действительно так, что чаще начинают... Даже не то, что... Нет, нет, это неправильно. Огромная половина тех, кто стали в конечном итоге водочными, они и начинали с водки. Вот это вот оказалась легенда, что все начинают с пива, а потом переходят на водку. Половина тех, кого мы зафиксировали как водочные алкоголизмы, алкоголики в конечной, на конечной фазе, половина из них начинала с водки. Другое дело, что были переходы с водки на пиво. Очень часто переход на пиво происходит в пожилом возрасте, когда начинаются болезни, и люди понимают, что запой на пиве протекает несколько легче, чем на фоне водки. Ну и переходит на пиво как просто более легкий напиток. водки. такая тенденция есть, что сначала потребителей пива всё-таки больше, чем в конце. Да, чем в конце. И, соответственно, потребителей водки меньше, чем в конце. Общая тенденция русских алкоголиков такая, что если даже они начинают с пива, то они обязательно переходят на водку. Но некоторые в России водочная культура и очень многие держатся на всём продвижении водки, начиная с очень раннего возраста. Единственный алкоголик 18-летнего возраста, который у нас был зафиксирован, он сначала и до всего 4 года, за 4 года у него сформировался алкоголизм с 14 лет до 18 только на водке. Ответил на вопрос? Отверстили то, о чем я говорю, а питье это получило? Есть, есть, но вы знаете, это всё-таки не доминирующая тенденция. Доминирующая тенденция. Виктор Ильиченко начинал борьбу, как я понимаю, именно с точки с пивом, как со стартовой площадкой для алкоголизма. Даже как анаша, рыбая трава является стартовой площадкой для наркомана, так и пиво является... Это один из лукавых его постулатов. Нет. Потому что, вы знаете, к этому моменту у нас нет учёта алкоголизма по видам напитков. Поэтому у нас в государственной статистике таких данных не могло быть. Откуда взяла Нищенко о преобладании пивного алкоголизма среди молодёжи, невозможно сказать. У нас не было к этому времени ни одной научной работы, которая бы исследовала напитки ранних алкоголиков. Ни одной. Они появились, и то небольшое количество уже как реакция на вот эту антипивную кампанию. Поэтому Нищенко, вот этот самый господин, это всё с потолка. Это всё было с потолка, и я полагаю, не бескорыстно. Простите, господин Нищенко. Да, спасибо, Александр Викторович. Есть ещё вопросы? Или мы уже отпустим? Да. А вот детский алкоголизм как-нибудь вы фиксируете? Ну, вот в наше... У меня, например, известен случай, когда младенец, младенец в возрасте где-то полугода для того, чтобы его родитель успокоит, чтобы он не плакал, ему просто смечали тряпочку, водочка, дали вод, и он успокоился. Да, есть такие эксквизитные случаи, и я знаю такой случай. Бабушка, благодетельная бабушка водила на Смоленскую площадь в гастроном поить внука виноградным соком, желая ему добра и только. Тем не менее, когда однажды виноградного сока не оказалось, и мальчику предлагали разные другие, он требовал виноградный, поскольку у него к этому времени сформировалась зависимость от того ничтожного количества алкоголя, который содержался в виноградном соке. Алкоголизм, в принципе, может возникнуть в любом возрасте. Это так. Но всё-таки, вот скажем, в нашем... Что? Никакого. Никакого учёта не ведётся. Вот в нашем исследовании, я говорю, засекли одного несовершенненного несовершеннолетнего алкоголика. И то уже 18 лет, но началось у него это, конечно, раньше. Всё-таки это редкое явление. Я уже говорил о том, что когда я пришёл в алкологию, я начал заниматься как раз подростковым алкоголизмом. Весь отдел наркологии Института психиатрии занимался этой проблемой. И мы очень, в общем, хорошо погрузились в эту проблему и видели, как это сложно в юном возрасте поставить диагноз алкоголизмом. Не только из соображения гуманитарных, чтобы не портить человеку жизнь, но по сути дела в силу того, что детская психология, она очень неустойчива. Сегодня кажется, что он вроде алкоголик, завтра не поймёшь, что. Но что тут существенно? Вот мы ведь всех взяли на поднаблюдение. Мы их лечили, потом отпускали, держали с ними связь. Уже и после начала антиалкогольной кампании те, кого мы зафиксировали, вдруг перестали быть алкоголиками, а мы им ставили диагноз алкоголизма. Вроде бы была даже зависимость. На самом деле у подростков зависимость носит коллективный характер. Они, как правило, появляется желание выпить именно в коллективе. Вот собираясь там на танцульке, на дискотеку, вне зависимости зависимость у них не появляется, в отличие от взрослых. Как правило. Иногда, конечно, есть такой очень солидный исследователь в Питере, который как раз в последние годы довольно много публикуется по поводу юношеского алкоголизма. Там ситуация именно такая, что основная масса обладает групповой зависимостью. Они собираются вместе, появляется желание выпить. Но когда они становятся алкоголиками, настоящими с зависимостью, они переходят на крепкие алкогольные напитки, а до этого глушат всё, что угодно. Сейчас очень большая проблема в поддарсковой среде это так называемые энергетические напитки, даже не пиво, в силу того, что это сладкие напитки с какими-то вкусовыми добавками. и детки, и юноши, и девушки особенно очень любят эти напитки. Они сейчас начали преобладать в потреблении этой когорты людей над пивом, к сожалению, потому что это гораздо более крепкие во-первых напитки, во-вторых куча всяких там добавок неизвестно что туда суют. Вот такая проблема в подростковой среде сейчас существует. Спасибо. Вот ещё есть вопрос. Вот вы и вы потом. И мы будем отпускать. Александр Викентьевич потому что у меня такой вопрос я ездил к ребенкам в Молдавию и там часто проводил леда и видел как они живут образ жизни и там как при традиции ему стопан дают молдавского леда которое пил оно не пинет то есть у тебя нет состояния пинения и голова не вырвется и когда я вырос приехал идет женщина рожать я говорю ты что делаешь вина наливает в бутылке она говорит пойдет сейчас рожать я говорю можно рожать идет а он говорит а что ты нас учишь мы с поколения в поколение это делали и у нас ни одного алкоголика нет я сколько русских не видел там ни одного алкоголика за сотни лет и тогда была борьба с алкоголизмом у них отняли виноградники и они стали начать вот тогда я увидел женщин я никогда не видел и они быстро стали алкоголиками и целая деревня по-настоящему мне интересно вопрос употребление вина которого они генят сухого оно тоже как алкогольное идет ну знаете эта проблема хорошо изучалась в Грузии и там было показано вот что что возникает приблизительно так же часто винный алкоголизм как и водочный единственное что темпы возникновения и нарастания отстают от водочного алкоголизма приблизительно на год полтора потому что ведь алкоголизм формируется не сразу у него есть целый ряд стадий и вот эти все стадии винные алкоголики проходят вот с годичным приблизительно опозданием по сравнению с водочными алкоголиками строго говоря протекает в общем мягче равно как и пивной алкоголизм протекает мягче меньше деградирующихся людей меньше у винного и пивного алкоголизма меньше снижения интеллектуального социального они дольше сохраняют критику к своему состоянию и поэтому вот в нашей выборке из 400 алкоголиков получилось так что у нас вроде как более молодые пивные алкоголики на самом деле дело было в том что они просто раньше у них критика выше они раньше обращаются и поэтому сложилось впечатление такое что вроде бы пивной алкоголизм возникает раньше чем водочный на самом деле это связано именно с особенностями течения с более легким течением и более ранним обращением за наркологической помощью но опять-таки это все очень так сказать мягкие различия лучше конечно не быть алкоголиком ни пивным ни винным ни водочным ваш вопрос ага вот это очень важный вопрос и поэтому он хороший дело вот в чем действительно у нас вообще в стране как-то очень путаются эти понятия и вообще все алкоголь алкогольные проблемы подверстываются под алкоголизм на самом деле основная беда нашей страны не алкоголизм алкоголизм охватывает там два с половиной миллиона человек это приблизительно сколько это будет процентов я быстро не вычислю а вот среди мужского населения пьянство разлито у сорока процентов населения умирают одинаково как тяжелые пьяницы так и алкоголики в том смысле что с точки зрения физической алкоголь действует одинаково на все органы организма пьяниц и алкоголиков в этом смысле их жизнь становится непродолжительной как у пьяниц так и у алкоголиков вот американцы делят разделяют у них такой более прагматичный подход к этому они выделяют понятие проблемные пьяницы для них как-то очень мало и в литературе звучит тема алкоголизма для них гораздо важнее ситуация когда возникают в связи с пьянством финансовые семейные производственные проблемы вот этих людей они относят к проблемным пьяницам ну конечно алкоголизм существует и по классификациям американским классификациям европейским которые у нас приняты различие состоит вот в чем в появлении зависимости выражается это строго говоря в запоях вот это уже завершенная стадия формирования алкоголизма когда появляются запои когда появляется так называемая физическая зависимость человек не может физически не может существовать без алкоголя естественно что так не бывает что сегодня он пьяница а завтра он алкоголь вообще все алкоголики формируются конечно из когорты пьяниц других не бывает и это формирование конечно занимает несколько лет но финал вот появление физической зависимости ей предшествует психологическая но физическая зависимость выражается в виде запоев и выражается это в том что человек выпивший вечером предположим утром испытывает похмельное явление но алкогольное у нас тоже есть различия не путается похмельное явление от передозировки и похмельное явление у алкоголика похмельное явление у пьяниц связано просто с передозировкой с интоксикацией и дополнительное количество алкоголя только усугубляет у пьяница вот это тяжелое состояние если облегчение наступает у пьяница от приема дополнительных доз алкоголя Это только потому, что алкоголь обладает небольшим анестетическим действием. Ну и какие-то неприятности, скажем, может уменьшиться головная боль, но в целом состояние становится хуже у пьяницы. У алкоголиков всё происходит наоборот. Приём небольшого количества алкоголя снижает вот эти тяжёлые похмельные явления. Хватает это на то время, пока алкоголь циркулирует в крови. Кончается алкоголь в крови, начинаются опять похмельные явления, и чтобы их снять, человек принимает очередную небольшую дозу алкоголя. Он даже в это время может быть сниженным, но работоспособным человеком. Так продолжается до вечера, когда он, так сказать, снова напивается, и в этом механизм запоя, танцующий от похмельных, алкогольных, похмельных явлений, которые снимаются небольшими дозами алкоголя. Вот почему часто алкоголики оставляют немножко алкоголя на утро с тем, чтобы опохмелиться. Вот опохмеление – верный признак алкоголизма. И это надо, конечно, очень пропагандировать, вот это знание, и, соответственно, жёнам бить тревогу в этот именно момент, когда начинается опохмеление. Я вообще считаю, что главная антиалкогольная сила в нашей стране – это жёны. Да здравствует несчастные женщины, которые несут этот крест. Спасибо. И последний вопрос. Я хотел бы ответить, что по поводу Молдавии. В 2017 году по данной дозе Молдавии подвинули Чехи с первого места в рейтинге самых стран, которые являются небольшим количеством алкоголя. Поэтому, если брать чистое количество алкоголя, употребляемое матушное население, Молдавия находится на подчётном первом месте. Другой вопрос, если не так это выражается? Да. Я считаю, что вам повезло, что вы не видели в Молдавии пьяниц и алкоголиков. Есть довольно точные данные, что с алкоголизмом в Молдавии очень даже хорошо. Очень даже хорошо. У меня просто нет под рукой этих данных. Но, к сожалению, Молдавия тоже спивается, как и Россия. Вы знаете, эти первые места, они, скажем, очень колеблются. Потому что не только у нас огромные колебания. Таких колебаний ни в одной стране нет. Мы в этом смысле уникальная страна. Вот таких колебаний нет. Но всё-таки какие-то колебания есть. И надо всегда привязывать к определённому году. Я понимаю, но надо бы знать, как было до того, как было... Ну да, ну, это всё небольшие различия. Что... вопрос? Ну давайте, потому что мы не можем долго мучить нашего уважаемого гостя. Мы знаем, что этанол содержит пиви, белье и водки. А чем опасны вот эти вот энергетические данные? Они опасны главным образом доступности. Они опасны главным образом алкоголем, который там содержится. Всё-таки в пиве 4-5, как правило. Да, там 9%. А иногда даже некоторые напитки содержат 12%. А кроме всего прочего, там... Почему они, собственно, энергетические? Потому что туда добавляются, ну, например, стимуляторы, кофеин. То есть организм ставится в очень трудные положения. Он, так сказать, мечется между депрессантом алкоголем и стимулятором, например, кофеином. Для организма создаётся очень трудная ситуация. И в этом смысле особенно она трудна, конечно, для молодых людей, организм которых ещё не сформирован. Спасибо. Позвольте от лица всех наших слушателей поблагодарить вас, Александр Викторович. Спасибо. Спасибо, Альберт Викторович. Спасибо. 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 Мы как раз делаем установку на то, чтобы, как вы совершенно справедливо указали, расставаться с мифами и с теми стереотипами, которые, к сожалению, циркулируют в общественном сознании, и стоять на сугубо научной платформе. С одной стороны, научной, с другой стороны, тех традиций православных, которые дали те всходы, о которых вы также говорили к началу Первой мировой войны. Это 4 литра абсолютного алкоголя. Вы не расходитесь, пожалуйста, ещё объявления будут. И это, конечно, было величайшим достижением, тем более если сравнивать с теперешним уровнем потребления. Поэтому позвольте ещё и ещё раз поблагодарить вас за такой содержательный, действительно истинно научный подход, который мы будем стараться утверждать в нашем трезвенном движении. Мы далеки от позиции давления на власть с помощью митингов, лозунгов и так далее. Мы занимаемся конкретной работой и оказанием помощи людям, попавшим в эту беду. Людям, пристрастившимся к психоактивным веществам и их ближним. И у нас уже, конечно, выработался опыт. Мы даже книжечку выпустили соответствующую. Хотели бы вам её презентовать. Спасибо. Вот, в разуме меня я буду жить. Беседы вообще на трезвости. И хотели бы с вами продолжить нашу дружбу. Рад. Вот пакетик вам. Спасибо. Может быть, у нас будут ещё какие-то тематические встречи. И мы будем просить вас развеять наши мифы, чтобы действительно сознание наше было чистым. И мы действовали в соответствии с наукой и нашими православными традициями. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.